Как говорится, зима близко. А это означает, что большинство производителей поуходит в отпуск, и мы вряд ли с вами увидим что-то интересное и забавное в ближайшее время. Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Я решил сделать топ самых крутых девайсов, которые выходили в 2021 году. Но перед началом этого видео я хочу сказать, что данный топ составлял я, и в нем лишь мое мнение. Если вы с ним не согласны, то бегом в комментарии, там и пообщаемся. Открывает этот топ девайс от компании Vaporese под названием X-ROS 2 Pod. Нужно сказать честно, это крутое продолжение хорошего девайса. Старший брат славился вкусом и отличной затяжкой, и можно смело сказать, что новичок взял все самое лучшее и добавил немного своих плюшек. У X-ROS 2 видоизменился обдув. Теперь его настройка стала более точной, и пользователь может получить более тугую сигаретную затяжку. Также увеличился и заряд аккумулятора. Теперь его объем составляет 1000 мАч, а это означает, что полного заряда вам смело хватит на один день парения. Правда, если вы не будете пыхтеть, как паровоз. Из главных плюсов это металлический корпус, легкость и компактность, а также быстрая зарядка аккумулятора и вкусные картриджи. Из минусов это отсутствие регулировки мощности. Ну да, техническая регулировка мощности есть. Девайс сам ставит либо 11, либо 16 Вт, в зависимости от сопротивления на испарителе. Но хотелось бы делать это самому вручную. Хотя, может, кому-то это будет гораздо удобнее. Четвертую позицию занимает девайс, который вы точно не ожидали увидеть в этом списке. А я говорю про Wupu Argus AirPod. Он обладает приятным весом и самое главное, его корпус выполнен из металла. А его, в свою очередь, обравляет кожаная вставка. В руке это дело лежит просто потрясающе, а если на него посмотреть издали, то он слегка напоминает аегисы от компании Geekvape. Из интересного это, конечно же, экран, на котором отображается вся необходимая информация, такая как мощность, напряжение, сопротивление, заряд аккумулятора и так далее. Ну а второе, это полноценная регулировка мощности от 5 до 25 Вт. Так что вы с легкостью сможете настроить устройство под свои нужды. Ну и еще нельзя обойти стороной его огромный монструозный картридж объемом 3,8 мл. И я могу сказать вам с уверенностью, что данный картридж вы будете заправлять довольно редко. Еще в этом девайсе есть регулировка обдува. Реализована она следующим образом. Вы вынимаете картридж, переворачиваете его на 180 градусов и устанавливаете обратно в корпус устройства. Также внутри самого девайса разместился довольно крупный аккумулятор на 900 мАч. Заряжается он от 0 до 100% примерно за 45 минут. Ну и как вы уже поняли, главные плюсы этого девайса – большой аккумулятор, огромный картридж, регулировка обдува и настройка мощности. Бронзу этого топа я смело вручаю новичку от компании Вапореза под названием Zero 2. Как мы уже с вами все поняли, компания Вапореза в конце года решила порадовать нас действительно крутыми новинками. И Zero 2 – одна из них. Его предшественник, то есть Ренова Зеромеш, был довольно хорош. Небольшой металлический девайс с полезным функционалом и качественными картриджами. Новинка же в свою очередь стала на голову выше. Во-первых, у новинки увеличился аккумулятор аж на 23%, и теперь его объем составляет 800 мАч. Во-вторых, это увеличение объема картриджа. Теперь одной заправки вам должно смело хватать на один день. И, кстати, к новой версии подходят картриджи от старой версии. А вот из минусов я могу сказать, что в новинке отсутствует механическая регулировка мощности. Да, это небольшой косяк, но хотелось бы. Но суммарно вы получаете очень вкусный девайс с отличной никотинопередачей, хорошим аккумулятором и довольно приятным форм-фактором. Буквально в одном шаге от первого места разместился девайс от компании Vupu под названием V-TruPot. Это компактный девайс, который весит всего 44 грамма. При своих небольших размерах он обладает информационным экраном и регулировкой мощности от 5 до 25 Вт. Внутри девайса разместился аккумулятор на 900 мАч. И как вы уже поняли из этого ролика, такого аккумулятора смело хватит на один день умеренного парения. Ну и конечно же, ни в коем случае нельзя пройти стороной мимо покрытия корпуса. Это софт-тач и удержание данного девайса вызывает только положительные эмоции. И на закуску это большой объем картриджа в 3 мл и отличная вкусопередача. Ну и первое место занимает легенда этого канала девайс от компании Joyetech под названием Aviobox. У вас могло создастся впечатление, что мне платят деньги за то, чтобы я везде и всегда говорил про этот Aviobox. Но, увы, нет. Это действительно идеальный девайс. Он легкий, компактный, обладает большим количеством цветов, приятно лежит в руке и обладает просто бешеным и самым инновационным функционалом. Для начала я хотел бы сказать, что внутри испарителей стоит нагревательный элемент, который выполнен из специальной стали. В совокупности с вейпом мод понимает, когда внутри картриджа заканчивается жидкость и просто перестает подавать напряжение на картридж во время парения. То есть вы не получите тот самый гарик, лишь небольшую вибрацию, которая скажет вам о том, что у вас либо сел аккумулятор, либо закончилась жижа картриджа. У Aviobox можно сказать идеальная сигаретная затяжка. А еще одним плюсом является то, что она регулируется. Для этого вы просто достаете картридж, переворачиваете его на 180 градусов и обратно устанавливаете в корпус девайса. А еще на корпусе устройства есть одна небольшая кнопка. Она включает и выключает девайс, также она выступает в роли кнопки Fire. Но напряжение на картридж может подаваться и при помощи затяжки. Это все. Если вы не согласны с моим топом, то бегом в комментарии. Там я с радостью с вами пообщаюсь. А с вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.